Первым утром планета, в какой-то веке случилось, что я проснулась в 5 утра, и в 7 утра я оказалась уже в Кришна-Ламе Бейкере. Цветочки у них засохли до смерти. Булочек еще не привезли, печатишки в наличии. Ну вот я себе чоколадбол взяла. Я так понимаю, это пирожное картошка. 30 рупий. 30 рупий. Мой завтрак на 60 рупий. Давно уже я не вставала в такую рань. Даже не знаю, что делать и как быть. Наверное, схожу на бас-тенд, куплю себе омлет на завтрак. Ну посмотрим. Я сейчас еще вам поснимаю продолжение этого утра. Знаете, в этом году получилось так, что я познакомилась с женщинами из Казахстана. Причем все они были казашками. И сейчас у меня спрашивают, как там есть ощущения. И они, ну вот, почти все уехали. Сейчас остались Женя с Сашей. Они последние уезжают. Из этой компании. И вот спрашивают, и те, кто уехали, спрашивают, как, есть ли ощущение, что вот все разъезжаются. Есть. Но вот ощущение, что разъезжаются, есть, но запустение пока еще не наступило. То есть, все пока потихоньку, помаленьку. Так что вот показываю вам аромболь, какой он сейчас. Сегодня у нас что? 25-е, да? Сегодня вот у нас. Ай. Сегодня 25-е апреля. Время 11 часов. Если кто-то уезжает, нужно будет такси. Вот номер такси-сервиса. В аромболе. Что-что-что-что? Вот это место... А, я поняла. То есть, я все время говорю про Лама Криш, Кришна. А все говорят по Непале Бейкере. Я поняла, почему у меня несколько встреч не состоялось. Мы просто про разные места говорим. Когда мы говорим про непальскую Бейкере, мы просто про разные места говорим. Вот то ли в этом, то ли в прошлом году в центре аромболя напротив маленькой Чардж. Ну, та, которая не у Бастенда, а вот здесь внизу. Открыли аптеку. Аспирин, наверное, надо купить. Вот. Аспирин, наверное, надо купить. Ладно, попозже куплю. У меня то ли периодически с недосыпу, периодически с пересыпу бывает, что голова болит. Ну, вот из всех таблеток, которыми я здесь пользуюсь, это аспирин. Ацветился лициловая кислота. Вот здесь вот видите рекламку? Вот тут был магазин с сувенирчиками, в которых вот эта вот фигатулина продавалась. Закрылась. Так, здесь у нас обмен денег. Вот там, где надпись бежит, там тоже обмен денег. Здесь их два рядышком. В одном курс повыгоднее для обмена, в другом курс повыгоднее для продажи. Так что в зависимости от того, что вы обмениваете или продаете, надо зайти и спросить курс в обоих местах. Только имейте привычку пересчитывать деньги, которые вам дают. Индийцы могут предложить более выгодный курс, а потом просто надуть при расчетах. Есть у них такой пункт в биографии. Да, вот он еще один обменник. Вот они, здесь два рядышком. Один вот по той стороне, один по этой. Так, Омганеш. Я чаще всего в магазин Шивакрупа захожу. Сейчас надо заглянуть в Омганеши. Если кому-то интересно, как выглядят супермаркеты в Арамболе, вот их вот два вот таких магазина. Они идентичны. Вот этот Омганеш. И дальше по этой же стороне. Так, молоко в наличии. Так, мне какао отдали, когда уезжали люди. По-моему, даже Настя отдала с третьего этажа. Сахар у меня есть. Тогда можно взять молоко и сделать себе какао. Ну вот, вот так вот здесь вот. Вот здесь раздел с холодильничками. Здесь продают то, что можно купить в холодильничках. Здесь мелкая фигня. Так, здесь всякие стиральные порошки. Но мне скоро переезжать, поэтому я стараюсь, чтобы у меня дома ничего не скапливалось. Сейчас все расходую по максимуму. Сегодня-завтра надо решить вопрос, куда переезжать. Кстати, если у вас есть информация о том, где можно в Арамболе, в Мандрами, Морджами снять жилье дешевле 10 тысяч, а желательно дешевле 7 тысяч, ну, от 7 и ниже. Если знаете про такое жилье, напишите мне в WhatsApp или в Instagram данные указаны в описании канала. О, зеркала. Видите? На вопрос, какую сувенирку можно привезти. Ну, вот такую сувенирку можно привезти. Не знаю, индийская она или китайская. А, ну, вот еще вот раздел в этом же супермаркете. Раздел со всякими полотенцами, полотенцами и ковриками, ковриками. А сверху даже что-то какое-то, не знаю, а-ля то ли одеяло, то ли матрасик. Что-то здесь вот есть такое. Не знаю даже, что это такое. А, я хотела краску посмотреть. Краску посмотреть. Краску. Так, краска не здесь. Здесь у нас чаи. Ага, яйца. Надо спросить, почем яйца. Так, краска. А краска где-то здесь должна быть. Краска где-то здесь должна быть. Ну, вот я пользуюсь вот этой. Но моей расцветки опять нет. То есть я вот такую пользуюсь только, когда вот здесь написано Gold Blonde. Это вот не мой цвет. Куда-то... Вот эта краска дороже. И она волосы сжет. А вот эта краска, во-первых, дешевле. А во-вторых, после нее волосы остаются живыми. Вот сейчас покажу. Сейчас переключусь на себя. Переключаюсь на себя и сразу показываю, какой цвет получается после Gold Blonde вот этой краски. Вот она, вот эта краска, которой я пользуюсь. Вот эта вот. Только если она Gold Blonde. Цвет получается вот такой. Седину не закрашивает, но после покраски седина просто получается оттеняющим, вторым цветом. И получается, ну, очень естественно смотрится. то есть волосы даже не выглядят крашенными. Так что настоятельно рекомендую. На самом деле, если мы, наверное, все будем красить с этой краской, есть угроза, что она подорожает, а есть надежда, что она просто чаще будет появляться в магазинах. Всех люблю, всех целую. Заканчиваю это видео, сейчас его смонтирую и выложу. Думаю, дальше буду чаще снимать, потому что я стараюсь выйти из своего состояния. Ночью живу, днем сплю, а ночью сижу дома в интернете. Постараюсь таки. А, кстати, сегодня день дочки. Так что все мамы, у которых есть дочки, всех поздравляю. Поздравляю мою маму и поздравляю меня. У моей мамы есть дочка, у меня есть дочка. Всех люблю, всех целую. С вами была Лена из Кипема.